Всем привет! Продолжаем играть Rise to Ruins. Как видите, у меня тут уже немножко пройдено. Есть какие-то открытые улучшения, максимальная жажда, максимальное общение, стоимость заклинания на 10% снижена. Я играю, если что, я на Азиса. Мне больше всего понравился этот регион, потому что ты вначале, получается, играешь в довольно удобном месте, а противник начинает на таком неудобном материке, и при этом ты его еще можешь попробовать запереть среди скал, где он перестанет как-то развиваться, и это отчасти играет на руку. У нас уже подходит 14-й день, и на 14-й день я обычно проигрывал огненным элементалям, но сейчас у меня в основном големы, поэтому давайте посмотрим, как это все будет работать. И вот наша деревня. Как видите, тут много големов, точнее их штук 10. Да, их штук 10. Жители поставляют туда кристаллы, чтобы появлялись новые големы. Также есть укрепленная башня, ресинтезатор, который восстанавливает им здоровье. Ну и в целом, мы тут вплотную практически ко всяким непонятным кладбищам, призракам, башням. Вообще, в идеале, надо было бы, чтобы мы убрали эти факелы, которые я поставил, чтобы убрать хоть немножко порчу у себя с базы, но возможно, это было что-то лишнее. Ну, големы сражаются неплохо. В принципе, выручают друг друга. Часто выходят наружу, убивают рабочих, которые тут бегают периодически снаружи. Так, а это у нас что? Скажи, что это ключ. Блин, сундук. Иди сюда, я принесу тебя в жертву. На, получай. Так, а мы заберем у него камень. Такая вот суровая жизнь. Так, давай, наверное, тогда промотаем немного. Я не знаю, что мы тут строим и что вообще делаем. У нас тут есть дороги, которые мы не возвели. Производство не выбрано. Я два рабочих, но мне там ничего и не нужно. Вообще, можно было бы сделать еще один курятник, либо сделать себе загон. Слушай, неплохая, возможно, идея. Хотя, нам не хватает места. Курятник как-то, наверное, реалистичней на этой территории. Хотя, судя по всему, и загон даже поместится. А, нет, загон не помещается, к сожалению. А курятнику вот как раз-таки в самый раз. Давай, наверное, его поставим. К тому же, у нас поселение будет расширяться. Нам рано или поздно нужно будет позаботиться о дополнительных притоках еды. Так. Давай сделаем себе, пожалуй, голема рабочего. Ну, как я и говорил, у меня на 10% снижены стоимость заклинаний. Поэтому, да, довольно удобно. Так, и, скажем, врубать поблизости тут лес. Сейчас, давай, чуть-чуть промотаем. Големы, как я и говорил, справляются довольно хорошо. Тут еще есть укрепленный форпост, который притягивает егерей с луками. Ну, и, в принципе, хоть какая-то помощь от этой башни тоже идет. Потому что тут установлена баллиста, как я понимаю, который не предупредит болты. Или она все-таки использует болты. Вроде бы не использует болты. Хотя болтами она как раз и стреляет. Но это странно. Ну, чего ж тут. Так, они построили курятник? Ну, почти что. Что нам после этого сделать? Можно было бы улучшить несколько зданий жилья. У нас даже тут есть ферма небольшая, которую я недавно отстроил. Так, 9, 7, 6, 5. Давай-ка, может быть... А, действительно улучшим свое жилье. Доски, камни. Ну, вот как-то так. Довольно неплохо развились. Ну, в принципе, город как город получился. Тут даже неплохо сделал себе, наконец-то, стены. Их, конечно, стоит поменять на каменные. Но пока что все это работает так себе. Ну, и големы, они выступают вместо башен. Можно даже иногда их ремонтировать. Но лучше сделать кучу-кучу рабочих, которые также будут помогать. Так, ну-ка. Сейчас, погоди. А, вот у нас и появились рабочие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь рабочих вызвали за раз. Неплохо так. Совсем неплохо. Сейчас они быстренько отстроят. Отстроят, отремонтируют. У нас даже лишние рабочие есть. Давай, наверное, переведем на... Я не знаю, кто мне сейчас нужен. Давай сделаем одного егеря, пожалуй. И парочка человек, пускай у нас будет фермерами. Неплохо. Вообще строителей, возможно, мне не хватает. Но, кажется, они справляются. Хотя, тут куча у меня еще и мусора. А, сейчас растворение. Ну, так-то будет лучше. Кстати, да, по поводу мусора, возможно, мне было бы неплохо поставить себе еще один сжигатель. Потому что один совсем не справляется. Давай, наверное, как раз-таки это и сделаем. Сейчас, это получается у нас сжигатель. Хотя, сжигатель мусора им не нравится. Падает привлекательность деревни. Оуу, кочевники! Аж три рабочих. Нормально, нормально. Ну, да, давай, пожалуй, сделаем еще один сжигатель. Нам просто этого мало. Так. Сейчас у нас 61 человек. Вроде бы хватает всем жилья. Хватает? Вообще должно хватать. Да, хватает. Ну, если что, мы сделаем еще одну цепочку домиков. Но, пока что, вроде бы, все неплохо. Давай, наверное, тогда сделаем еще несколько... Где у нас тут? Мастера по лукам, егерям. Организаторы. Укладчики дорог. Вот. Так. И, наверное, еще одного сделать стоит. Либо сказать ему, заниматься фермерством. Ну, вообще, в принципе, я думаю... Лесники, парочка человек. Ладно, пускай, наверное, тогда у нас будет укладчик дорог. Так. Укладчик дорог, укладчик дорог. Вот он. С мусором пока что мы разбираемся понемножку. У нас довольно много хлама. Хлам... А, хлам у нас сжигается, точно. Есть еще и приток магии. Так что... Пока что все у нас хорошо. Можно было бы, конечно, простой сжигатель улучшить, но... Он довольно много всего требует. А, ну, давай хотя бы один раз его улучшим. Ну, тут ухаживать довольно просто за всем. А, сейчас... Блин. У меня только что закончилась вода. Поэтому давай, пожалуй, пускай они отсюда добывают ее. Приток воды нам нужен постоянно. Потому что поставляется на ферму, поставляется еда с фермы в курятник, загоны. Поэтому... Да, давай, пожалуй, сейчас промотаем. Уже тринадцатый день. Обычно я на четырнадцатый день проигрывал. Потому что приходили огненные элементали и сжигали практически все, что видели. Ну, может быть, сейчас хотя бы у нас получится отстоять. Давай сделаем, пожалуй, какое-нибудь интересное заглянание. Так. На грозу мне не хватает. Но если мы сейчас сделаем вот так вот... Можно даже промотаем немного времени. То, я думаю, нам хватит. Угу. Отлично. Давай тогда вот сюда ее и запустим. Нам просто факел вот этот вот желательно убрать. Потому что иначе иногда големы слишком далеко вниз могут уходить. Это не очень хорошо, поэтому... Лучше эта простройка сломается. Можно было бы и землетрясение запустить в этой области. Возможно, это было бы даже более эффективно. Но... Что-то как-то не особо я хочу тратить на землетрясение. Зимлетрясение в этой области. Хотя, с другой стороны, если бы мы запустим где-то... где-то вот тут... А, нет, у противника тут нету построек. Ну, ладно, давай тогда. Что у нас еще есть? Какие варианты? Гроза... Гроза... Нет, нет, только землетрясение. Давай тогда землетрясение попробуем. Так, сейчас мы пополним еще немного. Так, и получается... А, вот у нас землетрясение. Блин, не хватает. Ах ты ж. Ну, ладно, еще немножко идут. Болезнь растений. Мир болен. Не могу понять, это неправильный перевод? Или там действительно как-то что-то с растениями не так? Может быть, фермы страдают? Кстати, вполне возможно. Да, да, слушай, неплохо. У них плюс ломается... Вот эта вот фантомная башня, которую они отстроили. И у нас при этом не задевается наш забор. Поэтому... Отлично сделали. Давай сейчас чуть-чуть вот тут пополним. Немножко промотаем. Время, чтобы... Чуть-чуть побыстрее все это было. Потому что своих источников у меня уже не так много магии. Отлично. Сейчас тогда еще одно землетрясение сделаем. Уууу, смотри, они даже вниз пошли. Я не понимаю, это наши раб... А, это егери. Все, понял. Так, они тут сражаются. С этими бедными рабочими. Ну, в смысле противниками. Ну, сейчас мы восстановимся и сделаем еще одно землетрясение. Там же и фантомной башни не будет, и, в общем, нам будет попроще. Может, даже кто-то из противников умрет. Хотя вряд ли. А, нет, слушай, да, они умирают. Так, правда, тут как-то не вовремя ледяной голем вышел. И сюда. Все, успели схватить его. Так, у них практически сломалась фантомная башня, но... О, боже. Так, железный меч. Отлично. Давай его к нам на базу. А, что у нас еще тут есть? Оуу. Слушай, да, неплохо он так отстреливает-то. Совсем неплохо, я бы сказал. Ладно, давай еще чуть-чуть промотаем. Так, ну что? Правда, у нас мало энергии пишет, но это все неправда. На самом деле, у нас ее достаточно. Погоди-ка. Я так понимаю, мы большинство уже построек построили и отремонтировали, но давай тогда вот этими курятниками займемся. Курятник и, пожалуй, сжигателем можно было бы еще раз улучшить, но я, наверное, улучшу все-таки тот, который снизу. В любом случае, если что, его можно было бы потом снести. Плюс у нас практически сейчас весь мусор сойдет на нет. Ну, я надеюсь. Так. Тесные камни, кристалли. Подожди, кристалли! 16 штук! Охренеть. Это просто редкий ресурс, который добывается в простой кристалловый. Кстати, который мы могли бы улучшить. Неплохая такая идея. Не знаю, почему я этого раньше не сделал, но, видимо, не догадался. Давай, наверное, улучшим, чтобы могли улучшить. Вообще, можно было бы фарпуст поставить еще один вот с этой стороны. Я не думаю, что он нам поможет как-то, но... Или сделать его снаружи. Ну, снаружи это не самая лучшая идея, хотя тогда противники иногда будут идти в сторону него, и мои големы будут их отстреливать. Что вроде бы звучит как вполне себе неплохая идея. Хотя они могут просто выходить и устраивать геноцид рабочим, как они делают это сейчас. Ну, тут постреливает какая-то противная башня, поэтому... Так, все. Я его спас. Так. И я бы все-таки убрал бы вот этот вот факел, но, к сожалению, не могу его убрать. А, свечение, создание материала. Мне нужно, чтобы рабочие пришли уже и отремонтировали... Ой, то есть они отремонтировали, сломали эту постройку. Но они... Не хотят это делать, потому что там много противников, которые уходят периодически. Поэтому... Да, не вариант. Ну, либо можно было бы постоянно устраивать тут грозу, что, в принципе, тоже вполне возможно. Плюс у нас пополняются источники. Так что, почему бы и нет. Так, у нас три рабочих появилось. Куда их можно было бы распределить? Давай, наверное, пускай они станут егерями. Хотя бы часть из них. И у нас еще один уборщик появится. А то... Один уборщик это, наверное, пожалуй, слишком мало на всю деревню. Так, что еще мы могли бы тут поставить? Вообще, можно было бы окружить это все дорогой. Сейчас, давай-ка посмотрим. Простая лесопилка. Нет, я не хочу и заниматься. Пускай пока все это у нас как-то совершенствуется. Так. Неплохо. Тут мы сделаем дороги. Так. И вот тут ниже. Отлично. хотя это довольно оживленный участок и тут можно было бы построить дорогу получше, но пускай уже тогда бегают так. Сейчас мы немножко ускорим. Можно было бы, кстати, лачугу лесоруба. Где тут? Подожди. Улучшенная кухня. простая каменоломня. Так, давай, наверное, улучшим общий склад. Довольно неплохая идея. Потому что постройка важная, туда много чего складывают. И лучше, чтобы хоть она была с большим запасом прочности. Потому что до суда добегать вполне могут противники. можно было бы, конечно, еще один форпост поставить, но я вот тут даже и не знаю, стоит ли это делать. Тут вообще я думал поставить башни, но пока что мне нравится голема. И я вот думаю, скорее на големах как-то остановиться. Ну и к тому же это довольно интересно наблюдать, как они тут бегают, что-то делают. Так, сейчас мы немножко восстановимся и сделаем землетрясение. Ну, отлично. Погоди. Да, е-мое. отлично. Мы в какие-то их постройки попадем, плюс, как я говорил, у нас забор не попадает под все это действие пагубное. Да, да, неплохо. Давай сделаем, наверное, на растворение. Тут просто довольно много трупов. И мы с этого всего получим довольно много магии. Отлично. Можно было бы сразу сделать себе землетрясение еще одну. Вот где-нибудь в этой области. Слушай, да, давай, наверное, и сделаем. здесь у меня никто не пострадает. Так, тут везде образуются камни, что даже отчасти хорошо, потому что если их рабочие будут обходить вот эти все камни, то мне даже это удобно. самое удивительное, что большое кострище мне даже не повосстрадало от этого всего. Так, что, еще одно землетрясение сделаем? Сколько можно? Я тут не впротив, но им я думаю это особо не нравится. кстати, было бы действительно тут какую-нибудь башню сделать? Так, что? Пошла поехала, еще одна. Так, давай сделаем. Отлично. И возьмем пожалуй вот этот меч, который у них выпал. Так, разрушили какую-то проклятую башню и скоро сломаем еще проклятое кладбище. Слушай, я что-то как-то не особо уже хочу убирать костер, потому что если его не будет, то блин, они просто поближе к нам подойдут, а это не очень хорошо. Хотя тут уже будет попроще их продавить. подожди, мне показалось или это был огненный голем. Стой. Нет, это обезбавленный. сейчас, давай тогда я немножко восстановлюсь. Это уже у нас 13-й день идет. и пожалуй как всегда сделаем еще одно землетрясение. Тут у них все-таки довольно важные для них постройки и лучше если они разрушатся. Да, вот уже одной постройки нету. Можно в принципе попробовать сломать вот это проклятое кладбище. Но это не так сложно. так привидение в общем да нам придется сейчас немножко постараться но я думаю это не будет сложно учитывая всю нашу силу в плане големов так сделаем сейчас растворение а тут снизу. Так, и что у нас тут? Уже все, что можно, они улучшили? Да, да. Давай тогда где-то дороги у нас делают. Наверное, улучшим еще раз склад. И укладчики дорог, пускай тоже у них там получше все станет. Если у нас, конечно, эти дороги будут ломаться реже, было бы вообще шикарно. А так, получается, чем чаще по ним проходят, тем больше они изнашиваются. Их постоянно нужно поддерживать, тратить на них ресурсы также. Вот, поэтому, да, это еще тот гемор. Давай немножко промотаем. Противники не могут подойти, но в скором времени, я так понимаю, мне придется еще одну башню големов делать. Хотя они не все задействованы, но все же. Плюс тут баллисты не стреляют. Ну, иногда постреливают, конечно, когда они совсем уже в наглую подходят. Сделаем растворение. Сейчас, секунду, подожди, подожди, подожди. И сделаем, пожалуй, не знаю, из лимотрясения делать, либо грозуном. Не, ну в этой области можно было бы из лимотрясения. Я, правда, боюсь, что у нас забор пострадает. Но, надеюсь, что он не дотянется. Так, ну кладбище мы уже уничтожили у них. Отлично. Так, там у них ничего интересного не выпало. Что-то вроде бы нет. Так. Пускай у нас тогда, наверное, будет гроза постоянно идти. Можно было бы попробовать все-таки грозой сейчас. Подожди, это... Да, это гроза. Понемножку ломаем тот кострище. Потому что я хочу... Во-первых, они снижают привлекательность. Во-вторых, мне они сейчас там не нужны, потому что у меня големы уходят слишком вниз иногда. А это не очень хорошо. Так, и у нас наступил день. Четырнадцатый. Так. Сейчас посмотрим. Пускай у нас еще раз гроза будет. Или землетрясение. Пускай, наверное, землетрясение сейчас пройдет. Хотя наши постройки, я так понимаю, не ломаются. Да, они, похоже, не ломаются. Тут уже столько трупов начинает накапливаться и столько жителей, что у меня игра начинает немножко притормаживать. Обычно у меня к этому моменту где-то 30-20 жителей, а тут аж 61 человек. Давай, наверное, еще пару домиков улучшим, потому что в скором времени этого будет не хватать. Так, наверное, стоит даже сделать себе стимулирование земли. Даже интересно, как это все у нас пройдет. Погоди-ка. Давай ускорим чутка. Сколько там восстановится, если я несколько раз использую это заклинание? Мне кажется, что там может восстановиться весь лес, который у меня слева вырублен. Но все же. Сейчас глянем. Так, 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 так. Давай. Раз, два, три. Сейчас посмотрим. Ура! Умерла естественная смерть. Кстати, это первый житель, который у меня умер естественной смертью. Не самое, пожалуй, веселое, но, блин, раньше у меня такого не случалось. Потому что они умирали то от голода, то от жажды, то еще от чего-то. А тут, понимаешь ли, вроде бы все хорошо и даже кто-то дожил до конца своих дней. Так, а что у нас тут есть? Вообще, мы могли бы еще раз улучшить склад, потому что, почему бы и нет? Там у нас уже максимум... О, приготовлено мясо. Понятно. Ну, да, конечно, желательно, чтобы у нас постоянно был избыток продовольствия. Ну, конечно, в меру, но лучше, чтобы все-таки еда была, чем ее не было. Так, дороги строятся. Вроде бы все хорошо. Доски, доски, доски. Можно было бы, кстати, тоже улучшить это здание. Сейчас мы еще раз применим стимулирование земли. Так, на... Нет, на два раза не хватит. Правда, мне сейчас скорее нужно заниматься другими вещами, но... Ладно. Можно и побаловаться. Давай тогда несколько раз, наверное, используем где-нибудь, где-нибудь... А, почему бы и не вот тут? Ну, особо, конечно, это не помогло, но... Какой-то прирост дерева у нас есть. Собаки, самое удивительное, тоже носят древесину, камни, помогают в строительстве. Такс. Не хватает досок. Ребят, чем вы занимаетесь там? Нам доски нужны, а вы тут, понимаешь ли, отдыхаете. Тут всем, на самом деле, нужны доски. Можно было бы еще раз улучшить некоторые дома. Но, вроде бы, все хорошо. Да, тут... Я уже немножко отыгрался. Поселение на 60 жителей. Один умер, получается, своей смертью. Можно было бы даже, кстати, поставить еще несколько вышек. Защитных. И я, кстати, немножко поменял себе настройки микрофона, поэтому он немножко звучит сейчас тише. Но звук должен быть более такой... Я не знаю, какой. С микрофоном у меня все сложно. Такс, ну что. Могли бы еще раз устроить им грозу, но... Пока что я даже не знаю, стоит ли всем этим заниматься. Скажем, вот эта постройка у нас все еще сносится. Сколько они еще ее будут сносить, я даже и не знаю. Так. А бутилировщики у нас работают? Давай, наверное, штук 20 бутылок будем делать. Или даже 30. Конечно, не знаю, что они используют для создания бутылок. Но, надеюсь, там... Не древесину или что-то еще в этом духе. Было бы прикольно, если бы они хлам использовали. Но это уже мечты, пожалуй, мои. Так. Простой сжигатель. Так, ну пока что мы справляемся. Тем, что есть. Можно было бы даже улучшить один сжигателей. Потому что мы кристалли никуда не используем. Он бы хотя бы туда тратился. Давай, наверное, попробуем. Так. И чуть-чуть, пожалуй, промотаем. Вообще, в скором времени мне потребуются еще одни башни с големами. Но подозреваю, что, блин, такими темпами, если я буду делать больше башен с големами, то игра у меня начнет реально тормозить. Оно уже иногда подтормаживает время промотки, но... Ладно, посмотрим. Потому что у каждого жителя свой маршрут. Каждый что-то делает. У каждого там свои запросы. Ну... Не знаю. Так. Что-то как-то они не особо быстро производят нам материалы. Давай, наверное, приоритет поставим вот сюда. Так, четыре. Ну, давай, давай, давай. Можно было бы им донести дерево. Отлично. Так, опять у нас болезнь растений. Может быть, просто лес медленнее растет. Хотя хрен его знает. Я думаю, может быть, все-таки поставить себе снаружи где-нибудь башню. Чтобы они отстреливали подходящих рабочих противников. Хотя и големы тоже справляются. Они периодически, скажем так, подходят, смотрят, кто там стоит. Поблизости. И если надо уже... Так, стоп. Блин, я успею его схватить? Эх, ты не успел. Так, ладно. Ну, вот этого схватило зато. Можно было бы устроить землетрясение в этой области. Чтобы уничтожить им несколько построек. Давай, наверное, так и сделаем. Сейчас быстро восстановим магию. И посмотрим, как это все у нас будет выглядеть. Так. Пожалуй, вот сюда куда-нибудь. 260 жизней. Все-таки это не так много, поэтому, я думаю, за одно заклинание у меня получится уничтожить его. Так, 65. Ну, давай, давай. Есть. Получилось. И у нас тут еще камни создались. Можно было бы еще перед ночью сделать грозу, потому что у нас будут нападать огненные элементали. Они поджигают постройки, они делают много всего нехорошего, поэтому если будет гроза, то, может быть, хотя бы немножко она нам поможет. Так-то... Так-то... Не, ну пока что, вроде бы, они исправляются. Я имею в виду големов. Можно было бы сборщиков кристаллов еще немножко прокачать, но я думаю, это нам не нужно. Так... И, на удивление, почему-то у меня в другом курятнике нету кур. Это странно, но... Да. Давай, наверное, сделаем себе побольше егерей. Потому что такими темпами оборона будет довольно тяжелой, и нам потребуются, наверное, дополнительные силы. Хотя можно было бы сделать еще немножко, я не знаю, строителей, укладчиков дорог. Мне постоянно не хватает каких-то ресурсов. Но это, конечно, пока что все легко решается. Так, пять, четыре, два. Погоди-ка. Супер. Ну вот. Начали делать доски. Сейчас у нас пойдет строительство, ремонт. Как я говорил, если бы у меня была тут башня, она бы у нас постоянно стреляла по вот этим рабочим, которые пробегают мимо. Но, в принципе, в принципе, големы делают то же самое. Не постоянно отстреливают этих бедолаг, которые тут пробегают. Поэтому, ну, в общем, мне жаловаться пока что не на что. Так, давай, пожалуй, сделаем еще одну грозу. Пока что все даже слишком легко, я бы сказал. Но я чувствую это ненадолго. Так. Еще одну грозу. Давай где-нибудь тут сделаем. Они как раз таки пробегают эти места, и мне нужно все-таки доломать это вот кострище, чтобы получить там какие-то ресурсы, привлекательность и прочее. Сколько там уже жизней? А540. Так, в регион прибыла группа кочевников. А откуда они придут? Откуда-то слева, я так понимаю, или откуда? А, они уже зашли, кажется. Всего два человека. Да, похоже, что только два. Блин, мало, конечно. Ну, что поделаешь. Давай, наверное, сделаем еще немножко бутылок. Пускай у нас будет 50 бутылок. Я не знаю, куда мне, конечно, их засовывать, но... Бутылки с водой нужны всегда. Так, а укрепленный общий склад у нас есть... Можно было бы мастерскую луков улучшить. Слушай, да, давай, наверное, ее улучшим. Во-первых, это стоит довольно немного. Плюс мы могли бы поставить... Сделать побольше себе болтов. Пускай их, наверное, будет 30. И нам еще не хватает камня. Ну, тут будем его добывать. Можно было бы лечебницу себе отремонтировать. Ну, не отремонтировать, а улучшить. Но пока что... Хотя нет, слушай, я думаю, бинты и аптечка тоже понадобятся в дальнейшем. Поэтому пускай ее будет побольше. Штука аж 30. Те же огненные големы, они довольно больно бьют, поэтому... Сейчас с ними будет непросто. Можно было бы кострище пониже поставить, чтобы немножко вот эту порченую территорию отдалить. Плюс... Возможно, чтобы у меня големы спускались ниже. Ну, ладно. И так неплохо. Так. Давай немножко соберем магии. Так. И тут у нас уже наступил закат. Я так понимаю, на нас будут нападать огненные элементали их. Поэтому... Да, сейчас будут краски. Сейчас наступил тот момент, ради чего я все это строил и готовил. Так, давай сделаем грозу. Так. И можно было бы еще раз ее сделать там же. Кстати, у нас, по идее, тут должно летать привидение. Потому что у нас недавно житель скончался от старости. Я, конечно, не знаю, можно ли воскресить жителей, которые умер от старости. Если можно, то это довольно, конечно, странно. Но ладно. Так. Сундук. Сейчас давай-ка поищем что-нибудь интересное. Так, ну смотри. А, вот. Еще один сундук. Ну, так себе. Если бы нам дали все-таки какой-то ключик, было бы поинтересней. И, кстати, на удивление, я сейчас не вижу огненных элементалей. Видимо, наш противник еще не дошел по развитию до этого уровня. Провидения я, к тому же, тоже не вижу. Хотя у нас уже кто-то умирал от жажды. Когда-то. Сейчас-то я уже, в принципе, отрегулировал подачу воды. Но... Раньше было совсем все тяжело. Давай, наверное, колодиться лучше. Так. Кто там нападает? Да, пока что я не вижу огненных элементалей. Только призраки. С призраками гораздо легче, конечно, когда у тебя защита... На нормальных, так сказать, защитниках строится. Раньше же у меня были какие-то башни не улучшенные. Там одна стреляла льдом, другая огнем. И, в общем... Сейчас, конечно, оборона у меня гораздо лучше. За счет вот этих вот големов. Плюс... Ну, нету подачи ресурсов. Там же постоянно еще требовалось болты подавать. А сейчас уже этого не требуется. Мы, кстати, могли бы сделать тут ворота. И сделать деревянных големов, которые бегали бы по этой территории и убивали бы всех, кто тут вообще присутствует. Так, ну ладно. Давай, наверное, сделаем растворение, потому что... Мусора и трупов и прочего хлама тут довольно много. Так, погоди, я видел призрака. Да вроде бы нет. Или все-таки тут был призрак. Потому что не могу понять. Странно. Ну ладно. Давай я сделаю, наверное, грозу. Снизу. А вот она, гроза. Можно было бы и землетрясение поставить. Сейчас мы чуть-чуть соберем тут энергию. И сделаем еще и землетрясение. К тому же. Потому что они тут что-то строят постоянно. А мне не нужно, чтобы они тут что-то строили. Пускай лучше тут землетрясение пройдет. Заодно они немножко пострадают. Так, неплохо. Проклятая огненная башня с луком только что у нас разрушилась. Погоди-ка, а мы сможем за один огненный шар сломать эту постройку? Ну, за два получилось. Ну вот, как я и говорил. Сломали эту постройку. Теперь, скорее всего, тут у нас будет порча. Я не знаю. Может быть, конечно, не стоило им давать доступ к кристаллам. Но бы хрен с ним. Пускай получают. Потом отвоюем. Так. Сейчас. Растворение. Слушай, ну, можно было бы действительно тут устроить грозу. Потому что они довольно часто тут пробегают. Поэтому почему бы и нет. Хотя, с другой стороны, гроза, она особо ничего не делает. Но... Хоть что-то будет. Тоже неплохо. Я думаю, мне уже пора строить каких-нибудь каменных или деревянных големов. Но деревянные должны быть поустрее. Поэтому... Поэтому... Даже и не знаю. Угу. Так, сейчас... Мы даже, получается, не везде тут можем... Использовать свое заклинание. Ну... Да, оно, конечно, отнимает довольно мало. Не имею в виду молния при попадании по противникам. Но уже... Абы что? Не абы как? Потом просто можем спуститься и... Снести вот эти все постройки, которые они тут сделали. Сделать... Пост егерей. Где-нибудь в этой области. Ну, в общем, можно что-то придумать. Интересное. Так. Что у нас здесь? Уже пятнадцатый день, к слову. Можно было бы попробовать... Забрать бонусы за выживание. Посмотреть, сколько нам вообще дадут. И что у нас за миссии. Ну вот, смотри. Родите 35 детей. Дополнительно 10 дней выживите для открытия вот этой вот задачи. Слушай, ну, неплохо, неплохо. 2400 у нас. Можно было бы накопить на контейнер за 5800. Мне было бы даже интересно посмотреть, что там находится такого. Давай, наверное, действительно подкопим. И потом посмотрим, что там будет за бонусы у нас. С возвращением. С возвращением. Вот совет. Сапилка нужна для перерабатывания бревен в доске. Угу. Ну, это мы уже поняли. Можно было бы, кстати, ее еще раз улучшить. И у нас, кстати, отстроились дороги практически везде. Что очень даже неплохо. Давай, наверное, улучшим лечебницу. Довольно важная постройка. Ну, в теории. На деле у нас практически все делают големы. И для них аптечка не нужна. Вот. Хотя, если пострадают големы, то уже в дело вступят егери. А они как раз-таки не бессмертны. Поэтому, наверное, лучше, чтобы они там как-то у нас держались. Так. А что мы могли бы сделать? Можно было бы сделать еще одну башню. Которая восстанавливала бы здоровье нашим големам. И, возможно, кстати, это неплохой вариант. То есть они вот тут восстанавливаются у нас и вот здесь. Либо поставить еще одну башню, которая... Сейчас, дай-ка посмотрим. Так. Что бы нам сделать такого интересного? Ну, мы могли бы, конечно, тут провести дорогу. Но пока я как-то особо не занял вот это вот место. Кухня у нас работает. Довольно много приготовленного мяса. Можно было бы делать пайки, но постоянно. Потому что они вроде как хранятся дольше. Хотя я так и не понял, тут еда, она портится или тут нет такой механики. Можно было бы дождевой сборщик улучшить. Но это все сейчас на меня бессмысленно. А, точно, я вспомнил, что нам нужно. Давай, наверное, сделаем мастерскую броника. Производство. Вот, мастерская брони. Я не знаю, как я про нее мог забыть. Но вот как-то я умудрился все-таки это сделать. Давай, наверное, где-нибудь... Даже не знаю, вот тут, может быть, отстроиться. Либо вот здесь. Либо можно было бы как-то вот тут ее всунуть. И тоже неплохо бы все смотрелось. Хотя у меня промышленный сектор находится здесь. Можно было бы и поставить где-то тут ее. Кстати, ремонтная мастерская, я думаю, все-таки стоит того, чтобы... Как-то прокачать. И, возможно, добавить даже ремонтников. Да, давай, наверное. Это сделаем. И тогда мастерская брони у нас будет вот здесь стоять. Нам придется, правда, конечно, убрать вот это вот дерево. Но, ладно, не страшно. Это все довольно быстро сделается. Мы тогда поставим големов рабочих. Ну, и немножко промотаем. Такс, давайте, давайте. Не знаю, как я мог забыть, конечно, про вот эту мастерскую брони. Можно было бы, конечно, максимально высоко ее поставить. Но давай, наверное, сделаем все симметрично. Места пока мне хватает, и... А, пока что... Это не такой острый вопрос. Хотя, может быть, это все вопрос времени, но... Пока что мы держимся. Не то чтобы держимся. Я бы сказал, все очень хорошо у нас. Так. Тут можно было бы дорогу поставить. Давай, наверное, сделаем ее. Как-то так. И получается... Да, неплохо. Пускай они сейчас быстро все это закончат. У нас, кстати, заканчивается камень. Но это не проблема. Просто его, пожалуй, добудем где-то вот тут. Да, лечебницу уже улучшили. Но смысла прокачивать дальше я как-то не вижу. А вот... А, нет, укладчики дорог у нас тоже прокачены. Ну, опять ремонтники. Кстати, вот. Можно было бы сделать... Сейчас, два бронника пускай у нас будет. И давай, наверное, делать железные щиты. Пускай у нас будет их штук двадцать. Ну, или пятнадцать. Пятнадцать, в принципе, неплохое количество. Да, лучше пускай у них будут железные щиты. И, наверное, железные шлемы. Так. И можно было бы сразу же нам прокачать эту постройку. Так. Еще один сундук. Да е-мое. У меня куча сундуков. Ну, давай тогда... Да-да, не проблема. Давай улучшим эту постройку. Так-с. Это, возможно, я поспешил. Угу, отлично. Угу, отлично. Мы тут немножко поработали. Давай тогда восстановимся. И, наверное, на этот раз делаем кучу-кучу-кучу големов-работников. Хотя, с другой стороны, зачем они мне нужны? Ну, может быть, что-нибудь добудут. Я даже не знаю. Хотя, в моей ситуации, наверное, стоило бы заняться восполнением вот этих вот деревьев. Ну, пускай пока они поработают. Просто такими темпами мы вырубим весь лес. А я бы не хотел, чтобы его срубили. Так. Они работают? Нам потому что нужно очень много шлемов. О, господи, сколько рабочих. Так. Ребята, ребята, ребята. Ну, давайте я, наверное, сделаю 10 строителей. И мы, наверное, будем улучшать дома. Нам не хватает камня. Сделаем, наверное, еще, не знаю, кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу. Либо еще егерей сделать. Наверное, егерей побольше. И, наверное, парочку фермеров мне не помешает сделать. Так, и последнего мы сделаем... Я вот даже не знаю, кого сделать. Так, тут у нас все есть. Пускай побольше у нас будет железных слитков. Уборщики. Уборщики у меня тоже есть. Организаторы. Ну, вообще, может быть, неплохая идея сделать организаторов. Давай, наверное, организаторов сделаем. Ну, тут можно было бы потом что-то еще придумать такого. Ну, пока что все работает, как часы у нас. Можно было бы, конечно, сделать еще одних кристальных големов. Потому что... Почему нет? Я думаю, нам бы не помешали еще одни кристальные големы. Слушай, а почему бы и нет, действительно? Давай тогда сделаем... Сейчас это получается... Где у нас тут? Это, получается, оборона, големы и кристальные големы. Это... Это кристаллы? Да, это кристаллы. Пускай тогда с этой стороны у нас будут. И потом еще ее тут сделаем. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, они довольно быстро это все отстроят. Отлично. Так, наступила ночь. Скажи, что это, пожалуйста, ключ. А, еще один сундук. Сколько можно? Так, тут уже больше ничего я такого интересного не вижу. Можно было, кстати, за раз уничтожить все вот эти их постройки. Но я не вижу в этом смысла. Поэтому... Пускай они, пожалуй, станутся при своем. А, мы уже не можем колдовать. Так, ну что, сделали? Давай тогда улучшим сразу. Ну что, у нас уже 71 житель. В целом-то неплохо. Так, глядишь и до 100 даем. Так, давай тогда нам чуть-чуть побольше шлемов. М-м-м-м, ну да. Не, ну, столько нам хватит. Что это? Еще один сундук. Ого, господи. Они издеваются. Они явно издеваются. Так, ну ладно. Магия у нас, конечно, не особо быстро уходит. Что довольно странно. Ну и в целом мы вроде как справляемся. У нас сейчас... 13 големов. И сейчас станет 14. Потом будет 15. Так, неплохо-неплохо. Мы уже понемногу начинаем их давить. Смотри. То есть вот призрак летит. Как ни в чем не бывало. А, и вот уже его и нет. Они даже особо ничего не успевают сделать. Так, три кристалля. Кстати, к слову о том, что мне необходимо-то. С кристаллем у нас не все гладко. Поэтому можно было бы как-то на него делать ставку. Вообще можно было бы плавильню улучшить. Тоже неплохой вариант. Они уже улучшили. Ну, давай тогда у нас будут еще одни ледяные големы. Потому что много ледяных големов не бывает. Хотя можно было бы сделать каких-то других там из-за големов. Молнии, например. Но... Ладно, пускай у нас будут одни ледяные големы. Пока, как я говорю, это все у нас работает. Потом появятся уже в скором времени огненные элементали. Так, метеоритный дождь. Пожалуйста, только на меня падать не надо. Если они будут на меня падать, это... Не так хорошо для меня. Так, кстати, к слову о хорошем, можно было бы... А, у меня ремонтная мастерская уже максимум. Ясно, ясно. Ну, пока что все хорошо. Призраков я не вижу. Хотя не должны быть. Так, может быть, я его не замечаю. Слушай, нет, нет. Просто не вижу призрака. Никакого. Ну, ладно. Давай, наверное, сделаем тогда еще дорогу. Не знаю, можно было бы ее провести вниз. Потому что, почему нет? Пускай бы они тут бегали постоянно. Интересно, за сколько она вообще испортится у нас? Ну, потому что это самый оживленный участок, который есть только у меня. Оживлений просто нет. Ну вот, посмотрим заодно, как это будет работать. Ну, вообще странно. Я не вижу пока что у них огненных элементарей. Не добывают зачем-то камень постоянно. Уходят как-то налево. Ну, в целом... Пока что они особо ничего спасного из себя не представляют. Хотя, если я буду давать им возможность развиваться и дальше, то чувствую, мне как-то будет тяжелее, чем сейчас. Так, давай, наверное, башню ягеря поставим. Где у нас тут? Мусор, склады... Это, получается, у нас еда. Вот она, застава. Конечно, у нас тут поместилась бы и башня, но башню, я даже не знаю, есть ли смысл использовать. Плюс там снижается привлекательность, я так понимаю, на 2 или 3. Дай-ка проверим. На 2 привлекательность снижается. Не, ну попробовать, конечно, можно было бы. Плюс, как я говорю, что... Мы попадали бы в большинство вот этих рабочих, бедных, которые бы тут пробегали. Хотя, нет, 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 они далеко находятся. Поэтому можно и башню ягеря поставить. Так, где у нас тут? Конечно, мы могли бы ее и снаружи сделать, но пока что, в принципе... А, и так, нормально. Так, застава, кухня. Ммм, где она там? А, вот, застава. Ну, либо мы могли бы, конечно, сделать другую постройку, но лучше бы, чтобы тут располагалось что-то военного типа. Хотя, мы могли бы сделать башню вот тут и башню вот тут. Ну, я имею в виду не башню, а големную. Кстати, неплохая идея. Ну, либо сделать еще големов вот здесь. Хотя, я не знаю даже сколько там на этих големов уходит кристаллов. Но, судя по всему, они уходят именно тогда, когда они умирают. То есть, они умерли, ты отнес кристалла. Они восстановились. И да, как я говорил, они постоянно бегают по этим дорогам, поэтому вот эти, я так понимаю, уже подпортились. Ну, судя по всему, да. Выглядят не очень они. Так, давай, наверное, сейчас снизим скорость. Подумаем, что нам сделать такого интересного. Можно было бы, в принципе, улучшить дом. Камни есть, древесина тоже. Так, сейчас. Ну, вот большой уютный дом. Так, и вот так вот. Пускай они этим занимаются. Отлично. Сейчас, погоди-ка. Просто застава... В качестве патрульной точки. Слушай, ну да. А, вообще, желательно, конечно, чтобы они туда левее уходили. Хотя у них тут рядом охотничий домик есть. Но у нас вариантов немного. Либо мы ставим... Кстати, могли бы действительно его вот тут где-нибудь поставить. Вот этот патрульный домик. И они бы тогда спускались сюда вниз и... Ну, вообще, наверное, это неплохая идея. Ну, по крайней мере, звучит как неплохая идея. Давай, наверное, сделаем землетрясение. Это уже звучит как не очень хорошая идея, но... Просто мне хочется, чтобы было побольше камня. Здесь никакие у меня постройки не пострадают. Хотя нет, уже пострадали. Ну, и камня особо не появилась у нас. Так, ну что ж... Давай, наверное, тогда приступим к плану Барбароса. Попробуем сделать заставу. Это, получается, нам нужно брать вот этот вот участок. Да, неплохо. Так. Отлично. сейчас они уберут его заставу все-таки нам прибавит очков в плане выживания плюс если сюда будут спускаться егеря то да нам будет проще куда проще тут можно было бы сделать и башню восстановления для големов так что идея вроде бы неплохая они в принципе так спускаются периодически сейчас погоди-ка ай ладно давай застимулируем пару парочку парочку своих лесов так поставим наверно стимулирование земли куда-нибудь вот сюда на отлично правда это противник а нет 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 мы плохо так нарубили уже дров мы могли бы еще раз слушать мастерскую хотя особо она ничего не дает но целом производство было у нас ускорилась поэтому давай наверное сделаем кстати с ароматная кожа она добывается на кухне и уже забыл как проект и у меня сейчас ее нет так ладно сделать так чтобы она у нас появлялась блин курочки не размножаются че они размножаются но в своем загоне если бы можно было как-то перетащить курицу вот в этот было бы все лучше но к сожалению нельзя так сделать эх ну что ж давай наверное приоритет поставим постройки пускай не не спустится и тут у нас и камень есть и пока что вроде бы все неплохо вот можно было бы резчиком кристаллов тоже здание улучшить потому что им постоянно не хватает то тесных ой тесных камней постоянно не хватает кристаллия нам плюс если мы будем делать еще раз големов то нам он потребуется так и у нас появился фарпост можно даже было бы убрать этот басток большой кострище поставить его где-нибудь слева но пока что в принципе так неплохо ну да давай наверное день тут землетрясение устроим пускай у них жизнь не будет сахара поэтому у появились огненные элементарии ура 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 сейчас возможно будет у нас довольно тяжелая оборона так ну давайте ребят поднажмите не то чтобы мне прям сильно требовалось вот это застава но не помешает совсем не помешает ну огненных элементалей я у них пока что не вижу в большом количестве отлично но не иногда конечно спускаются вниз и бьют эту постройку но не интересно все что будет в дальнейшем потому что они в принципе так постоянно бегают тут как-то циркулирует туда-сюда могли вообще стену сделать но пока я думаю не требуется такие отчаянные шаги а вот кстати и огненный элементаль на 84 здоровья сейчас посмотрим как с ним справится голема ну довольно быстро справились ну как бы он огненный а у нас практически все големы ледяные ну как практически они все ледяные у нас поэтому нам как бы в этом плане просто с ним справиться так отлично сейчас немножко им поспасим какие-нибудь постройки так давай ка соберем тут маги и конечно не знаю как у нас с сжигательная печь работает хватает ли ресурсов но что-то мне подсказывает что там уже заканчивается у нас все то есть именно не то что заканчивается а то что место переполнено железные слитки кристалли тесный камень могли бы конечно улучшить в принципе это не сложно сейчас пока давай посмотрим что у нас есть вообще в поселении так ну вместо дома хватает можно было еще раз улучшить с не знал что даже что он опять как-то восстановлю то есть улучшается так доски тесные камни давай лучшим посмотрим как то вообще будет выглядеть так у нас нету носок конечно же в общем у нас по чуть-чуть появляется это понимаю сыромятная кожа хотя тут немножко в этом плане тяжело давай наверно попробуем отловить каких-нибудь животных в этой области если они конечно остались но что-то мне подсказывает что там никого уже и нету да да суши животных не осталось все что есть это у меня вот получается здесь остальные все из-за порчи передохли блин даже как-то жалко может быть фирму поставить еще нам возможно просто не хватит мы могли бы конечно вплотную сделать ферму либо сделать симметрично с вот таким вот разрывом две клетки вообще в принципе неплохо сейчас едут думаю как это все нам оформить но в две клетки мы конечно ничего не поставим поэтому нет даже и не знаю ладно давай попробуем сделать но пока что на стоп я пожалуй поставлю постройку с ним можно было бы улучшить нам донжон может давно этим не занимались давайте наверное так и сделаем сейчас пускай мы соберем немножко ресурсов следующая ночь я так понимаю будет потяжелее потому что там будет побольше огненных големов вот можно было бы вот эту башню улучшить погоди-ка можно было бы стимулирование земли сделать но я думаю мы сделаем землетрясение там все таки у противника довольно важное место видимо и он там постоянно отстраивается поэтому если мы уничтожим пару их построек так будет получше так ядовитая фантомная башня уничтожено отлично давай наверно дорогу чуть чуть пониже сделаем то есть бревен ну как то в общем да вот так вот получается у нас так и того значит да то они собирают вроде бы неплохо можно было бы еще раз землетрясение им устроить они вроде бы там что-то отстраивают опять так метеоритный дождь причем в том месте где я практически располагаюсь ай ладно двоим землетрясение тогда устроена это так да он пострадали стены большинство стен пострадало точнее будет сказать и и в общем больше вроде бы ничего там не у нас не сломалось ну да да такая большая деревушка получилось так сейчас они отнесут камни и по сути мы все сделали можно было бы еще ими землетрясение устроить и мы тогда бы это ломали тут парочку их построек так сейчас погоди-ка да конечно некоторые стены уничтожились но можно было бы перестроить их на каменные что принципе конечно и стоило бы сделать пускай пока вот эти у нас побудут сейчас погоди-ка ну да неплохо конечно не знаю улучшают ли увеличивать скорость противником дороги или же он не должен быть свой тип дорог но это я думаю мы уже потом так узнаем так давай еще на землетрясение все неплохо здесь все-таки сломается вот это кладбище 111 73 ну чуть-чуть осталось 35 есть сломалась так и тут у них практически сломалась ледяная башня проклятая 251 жизнь сейчас давай-ка еще чуть-чуть соберем и у нас три жителя кстати свободных в котором они распределили два человека о боже о боже хватит зачем мне столько людей давних так но это кстати опасно то есть такими темпами мы просто не сможем их обслуживать давай тогда сделаем землетрясение уничтожим вот эти постройки которые там были мне кажется что я смогу забрать за одно заклинание с другой стороны попробовать бы стоило так у нас тут есть башни нам нужно как-то увеличивать запас воды водохранилище как она вообще тут поживает может быть побольше бутылок делает пускай штук так 70 или 100 ну 100 наверное слишком много но чем черт не шутит давай сделаем 100 бутылок а и блин опять метеоритный дождь где на этот раз будет опять внизу ну ладно это не так опасно так ремонтная служба мастерская брони у нас сейчас там изготавливает все что нужно ладно давай короче делай тогда ферма потому что такими темпами у нас будут проблемы вообще меня тут были а вот дикий буфало они могут его поймать а игра действительно начинает подлагивать так прижителю пускай она сейчас сразу у нас улучшится хотя бы один раз 32 пересину все-таки это не так много отлично колодец мы улучшили пока что все неплохо я бы сказал все совсем неплохо у нас есть оружие да у нас в принципе есть все практически для жизни я говорю что сейчас единственное что может вопрос встать еде поэтому я думаю стоит поставить себе миграционную станцию у нее еще не было поэтому в принципе мы могли бы либо можно было бы поставить рынок на вот вот ну с ушей почему бы и нет действительно постройка конечно большая но пускай она тогда вот тут у нас будет и миграционная станция у нас будет располагаться вот здесь конечно она бы и тут поставилась но поставим ее здесь отлично рынка у меня вообще никогда не было поэтому я даже не знаю как это вообще будет работать так давай наверно сделаем 20 такого и наверно 20 такого так ну пока что вроде бы все я бы сказал очень хорошо у нас давай немножко я замедлил можно было бы грозу устроить им ну да я все таки хотел сказать что ладно фикс этой грозой но пускай будет делаем еще растворение а вот и он на элементаре смотри ну у него у него тысяча здоровья тысяча охренеть да но это конечно это это серьезно суши это это заява тысяча здоровья то это ну как бы совсем не мало но когда у тебя 10 или сколько у нас 15 ледяных големов то это тоже неплохое такое количество так ну что могли бы конечно еще одну башню с големами сделать сжигатель у нас работает на полную мощность мусора суши мусора вообще практически я не вижу что вообще шикарно но я наверно соберу или хрен с ними сделать рабочих големов давай наверно рабочих големов они уже в принципе знают что делать сюда мы поставим что это такое а всякие кожные шлемы кожные щиты коджит рабочие но там требуется довольно много сейчас погоди-ка не знаю конечно сколько у меня кожных щитов но вот я например за 5 продал это получилось ну пускай у меня будет один поставщик так и наверно сколько у меня кожных щитов 7 штук давай 7 и продадим сейчас ну вроде бы пока что все неплохо мы могли бы отправить каких-то жителей мигрировать и основать новое поселение потому что сейчас уже блин 83 жителя это не хухры-мухры и с ними что-то надо делать кормить кормить не так просто совсем не просто давай наверно тут и не то не то не то не то и потом ниже у нас будет еще одна ферма так тут уже падают железные нагрудники которые мы могли бы использовать так давай наверно я не знаю сделать все больше егерей чтобы они осматривали территорию звучит как неплохая идея не постоянно тут вылазят нападают ну и у меня конечно этих кристальных големов тоже так порядочное количество 70 процентов ну блин можно было бы конечно еще одну ферму сделать причем сбоку вроде бы вроде бы вроде бы неплохо мне кажется нравится вот добывать но если у нас будет источник справа то я думаю мы не обиднеем но надеюсь так суши ну да можно было бы вот тут его тут сделать нам ферма они конечно не знаю куда они овощи тратят но глядишь на что-нибудь и пошло бы все это а смотри я думал тут максимальное количество у нас диких зверей но оказывается у нас 7 из 10 из сыромятной кожи почему-то нам у нас не так много что весьма странно хотя мы изготавливаем шлемы мы изготавливаем доспехи поэтому видимо это сразу все отправляется на производство так причем нужно на сыромятной кожи и на щиты и на шлемы на корпуса ну да ладно чтобы мы еще могли такого интересного сделать подсобка лечебница курьерская служба звучит не так интересно конечно сбор ресурсов жильем склад еще может быть один сделать вроде бы нам и так хорошо умер во время родов блин ну да не очень не очень слушай но в принципе пока что не все устраивает мастерская брони мастерская луков мастерская камня не и нету но там изготавливаются каменные шары они мне просто-напросто не нужны ну и вроде бы как все что ли можно было бы конечно открыть кучу складов но нам это просто-напросто не нужно тут еще вот периодически на нас нападают огненные элементали но так как у них уязвимость к льду 75 процентов то они убиваются довольно просто хотя у нас как-то форпост немножко умирает давай может быть даже заклинание на него используем починки гроза воскрешение бежану было кажется вот этом нет 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 а а починка суши и главное чьицы неплохо я бы сказал совсем неплохо боже прям настоящий имба ну да мы могли бы конечно факел снизу открыть и просто-напросто уничтожить парочку их построят они сейчас мало что могут нам противопоставить давай наверное сделаем грозу отлично и наверное сделаем растворение так ну что восемнадцатый день так можно было бы сделать кучу рабочих но пока что мне в принципе это все никак не используется поставщики кульки монет плавильния не знаю зачем мне и улучшать ну вообще вообще да даже ничего как-то улучшать давай десять для каких-то жителей отправим куда нам их отправить то 9 человек 10 человек ай блин я конечно ни разу поселенцев не отправлял но я просто даже не знаю где куда именно их отослать какой регион здесь запас воды неплохой камня древесины есть кристаллы тут в принципе то же самое практически совершенно вот это место довольно интересное давай наверно туда все-таки отправим поселенцев ну вот отправить 10 человек и нам зато не надо будет улучшать свое жилье хотя это не проблема но все же уютный дом и еще один уютный дом везде уютные дома так пускай тоже будет уютный дом дом не строитель никак не задействован и поэтому поэтому да давай тогда все у нас тут хорошо эй а это гроза это не это не та гроза которая нам нужна была сейчас чуть-чуть еще восстановится и можем еще одну тогда использовать ну вот так то лучше сейчас возможно у нас даже уничтожится вот это проклятое кладбище ну чисто в теории должно сломаться да сломался слушай ну я бы сказал у нас прямо все слишком хорошо есть еда есть вода есть так мы отправили их ну да в скором времени еще четыре жителя отправим вот этих так что пускай они пока тут отдыхают вот поэтому давай наверно проверим что нам дали по миссиям и за вот это вот выживание потому что мы скорее всего парочку заданий сделали и будем наверное закругляться так ну смотри практически сделали желание на 10 дней и у нас сейчас 3000 очков могли бы открыть два контейнера либо 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 ухты на 6700 какой-то с крестом я бы на него все-таки накопил вот а на этом все всем спасибо кто смотрел подписывайтесь ставьте лайки и пока пока удачи